В сражениях при Мире, Романове, Могилеве, Молевом болоте, Спас Купле и Тарутине казаки одержали несомненные победы, используя свою самобытную тактику. В то же время в истории Отечественной войны 1812 года отсутствуют примеры, когда европейская кавалерия разгромила бы казачью конницу. Эта жалкая конница, которая только производит шум и не способна справиться даже с ротой вольтежеров, сделалась грозною по воле обстоятельств. Наполеон, 29-й бюллетень В Отечественной войне 1812 года приняли участие лейб-гвардии казачий полк, 44 донских полка, 22 полка донского ополчения и две роты донской артиллерии, общая численность которых составила около 35 тысяч донских казаков. В казачьих полках людей берегли. По сравнению с регулярными войсками, потери в них были невелики. С командиров строго спрашивали за потерю даже нескольких казаков, причем независимо от исхода боестолкновений. В регулярной армии большие потери, наоборот, выставлялись в качестве подтверждения упорства в бою. Рассчитывая на награду, командиры подчеркивали их. Большинство служилых казаков в 1812 году имели за плечами опыт двух-трех компаний. За это время они многое переняли у регулярной кавалерии. В ходе войны они продемонстрировали все разнообразие своей тактики ведения боевых действий. Во время отступления основным тактическим приемом казаков был вентиль, принесший им победы в сражениях при мире Романове и Могилеве. Одновременно они подтвердили свою незаменимость в службе в айргарде. Умение создать непроницаемую завесу из цепи казачьих пикетов и отрядов, не позволявшую противнику собирать сведения о движениях русской армии. Сражение при Молевом болоте является примером наступательных действий полков против регулярной кавалерии. Во время Малой войны казаки блестяще продемонстрировали свой традиционный навык совершать набеги. Они выпроводили остатки армии Наполеона за пределы Российской империи. Противник, понуждаемый к форсированному маршалу уколами казачьих пик, на своем пути бросил все – от ружья до маршальского жезла. И покинул Россию, не досчитавших в своих рядах сотен тысяч солдат. Вюртенбергский обер-лейтенант фон Йеллен закончил описание своих злоключений в России весьма показательно. Таким образом, мы наконец дошли до города Вильны в декабре 1812 года в 4 часа вечера. За нами гнались казаки. Казаки вызывали у противника страх даже во время победоносного марша на Москву. Вечером 29 августа, когда еще не выветрилась эйфория после удачного генерального сражения, главная квартира Багарне прибыла в Рузу. Она опередила основные силы корпуса, расположившиеся у Брянькова. Багарне отправил несколько баварских шевалежер разведать окрестности. И вскоре те вернулись с сообщением, что к городу движутся казаки. Эта новость вызвала смятение, раздались крики. Казаки здесь! Вице-король во главе 60 кавалеристов отправился навстречу опасности и оказалось, что всего лишь дюжина казаков с осторожностью двигалась в таком удалении города, что они были трудно различимы. Но почему весть о появлении казаков вызвала такое волнение в победоносных войсках? Вероятно, к тому времени им уже довелось узнать, чем чреваты внезапные казачьи налеты. Сначала отступавших приводило в ужас появление казаков. Затем стало достаточно просто крика «Казаки!», о чем в своих воспоминаниях пишут Таше, Лабом, Фольгман, Сигюр и другие. Поляки, чтобы не пугать французов, при появлении казаков говорили «Посмотрите к нам гости!». Как вспоминал капитан польского 12-го пехотного полка Белковский, словом «гость» мы и замещали во время кампании 1812 года слово «казак», которое очень пугало французов. В одной из военно-теоретических работ Наполеона помещена характеристика казака. Русские ценят обученный полк казаков наравне с тремя необученными. В этих полках никто не стоит внимания, кроме самого казака. Он хорошо сложен, силен, ловок, сметлив, хороший кавалерист и неутомим. Он рожден на коне, вырос среди гражданских войн и наравне представляет собой то же самое, что бедуин в пустыне, что горный житель в Альпах. Он никогда не живет в доме, не спит в постели. И на заходе солнца меняет место ночлега, чтобы не проводить ночь в месте, где он мог быть замечен неприятелем. Такая характеристика казака соответствует описанию идеального воина летучего отряда. Наполеон в свое время предпринимал попытки сформировать казачьи полки из поляков. Он приказал посланнику в Варшаве Аббату-Порту набрать 10 тысяч польских казаков, считая, что они смогут остановить продвижение русских в Европу. Его мечта воплотилась летом 1813 года в крайне урезанном виде. Был сформирован единственный конный полк Кракусов, прозвище «Жители Кракова». Мнение о казаках двух французских генералов удалось отыскать в публикациях. Дивизионный генерал Моран писал, Какое великолепное зрелище представляла собой европейская кавалерия, когда, блистая золотом и сталью в лучах июньского солнца, была отвагой, она гордо развивала свои стройные ряды на берегах Немана. Сколь грустные воспоминания об этих напрасных маневрах, только утомляющих лошадей и оказавшиеся совершенно бесполезными в делах против казаков, прежде презираемых всеми, но которые так много сделали для спасения России. Каждый день их видели в виде огромной завесы, покрывающей горизонт, от которой отделялись смелые наездники и подъезжали к самым нашим рядам. Мы развертываемся, смело кидаемся в атаку и совершенно уже настигаем их на линии, но они пропадают как сон, и на месте их видны только голые березы и сосны. По прошествии часа, когда мы начинаем кормить лошадей, черная линия казаков снова показывается на горизонте и снова угрожает нам своим нападением. Мы повторяем тот же маневр и по-прежнему не имеем успеха в своих действиях. Таким образом, одна из лучших и храбрейших кавалерий, какой только когда-либо видели, выбилась из сил и пришла в расстройство в делах против тех людей, которых она постоянно считала недостойными себя, но которых хватило на то, чтобы спасти империю, подлинной опорой и единственными освободителями которой они являются. Еще более высокая оценка содержится в мемуарах Калинкуры. Казаки – несомненно лучшие в мире легкие войска для сторожевого охранения армии, для разведок и партизанских вылазок. Однако, когда мы давали им отпор или открыто двигались против них сомкнутым строем, они ни разу не оказали сопротивление нашей кавалерии. Но попробуйте потревожить их, когда вы отрезаны от своих, или двиньтесь в атаку рассыпным строем. Вы погибли. Потому что они возобновляют нападение с такой же быстротой, как и отступают. Они лучшие наездники, чем мы. И лошади их более послушны, чем наши. Они могут поэтому ускользать от нас, когда нужно, и преследовать нас, когда преимущество на их стороне. О поверженном противнике атаман Платов назидательно писал. Остатки европейцев, кои были в нечестивой армии коварного и злого неприятеля, возвестят соотчимом своего каково ходить на Русь, больно и дерзостно задевать Россию. Познают и донских казаков. Да и все пленные, коих у нас в России, по моему исчислению, более 50 тысяч, подтвердят, кто поражал их нещадно, кто не давал им спать и ни малейшего роздуха.